лися я думаю что в принципе все разгадали на что скрывается в названии нашего темы что значит 461 и си шарп 67 в принципе 461 этот нет фреймворк это в принципе последний который enterprise рейди то есть можем использовать в своих приложениях сейчас вышло 462 превью но там очень много изменений связано больше с security поэтому не так интересно было бы поговорить и си шарп 67 на это тоже как бы 67 это мы хотели бы поговорить про версии того что нам принесет си шарп нового возможно давайте начинать перед этим хотелось бы понять где мы находимся в эволюции си шарпа поэтому если что там пишите в skype в skype for business плюс один там кто-то разметываетесь говорите вот но все начиналось вы знаете да что си шарп 1 0 я думаю что мы это прошли что все мы пишем менеджмент код может быть кому-то еще повезло и он пишет он менеджет код используя си шарп то это хорошо но тут останавливаться не стоит я надеюсь что все используют обобщенные методы дженерики анонимные методы на лобал тайпс все помнят также все любят link you тоже используем мы немножко эволюционировали expression 3 кто-то использует кто-то нет анонимные типы возможно тоже слинки используете но я думаю что вам код конвеншена не запрещает писать вар в некоторых случаях тоже удобно и используете надеюсь кто-то использует тоже вещи и си шар 4 0 dynamic dynamic очень хорошая альтернатива рефлекшен у более оптимизирована для многих из кейсов довольно хорошо заменяет и скажем так работает программа быстрее также опциональные параметры c-sharp 4 0 появился ком саппорт но я бы на самом деле не так бы радовался если вы используете ком саппорт но это наверно не очень как бы вам в радость как видите каждый раз появлялась а очень много дополнительных фичей и вот c-sharp 5 0 вышел да как бы все порадовались но на самом деле что они добавили две фичи только туда async await async фичи и color information кто разрабатывает на десктопе для wpf конечно наверное обрадовался таким вещам как color information что можно теперь более удобно нотифицировать property не писать просто строку на использовать атрибуты async await и тоже вошло в нашу жизнь и кому-то стало от этого легче кому-то сложнее потому что очень много рефакторе да async await начинается изнутри и приходится идти по всем слоям выше вот но как вы видите фичи было очень мало вот цель презентации не поговорить о фичах немножко проследить где мы находимся c sharp 60 привнес много скажем так новых возможностей но для меня это такая отправная точка и начала нового витка развития в си шарп языке это на самом деле правда потому что за си шарп 60 с этим событием связано то что появился новый розлин компилятор который дает нам и пи ай работать с компиляторами розлин это компайл с сервис это довольно большой плюс и соответственно есть возможность теперь выкладывать фичи чуть ли не каждую неделю вот то есть огромная возможность огромный потенциал и мы можем тоже на это влиять и скажем так разрабатывать свои фичи огромный огромный толчок для нас как разработчиков и для команды который поддерживает разрабатывает компилятор вот кто-то думаю использует си шарп 60 вовсю кто не использует в принципе ничего страшного нету но рекомендую начать использовать многие вещи упрощаются я чуть позже покажу почему можно его использовать как ваш код становится красивее на самом деле си шарп 60 привнес большой список фичей мы уже говорили об этом вот но их все на самом деле можно легко записать несколько строк так не стоит писать в наших решениях в программах которые мы делаем на как такой презентация то чтобы все фичи включить на один слайд можно сделать на тут собранные все фичи си шарпа 60 а вы это синки и статические импорты нал кондиционал оператор оператор лилвиса новой инициализации дикшинари вот на самом деле это все как бы эксепшен и фильтры все хорошо но почему си шарп 60 да я хочу показать ну как вот реальный код вот код который мы берем с продакшена но становится лучше на что в нем получается такого я вам покажу сейчас просто кусочки кода как они записывались а в си шарп пятом и что можно сделать с помощью си шарп 60 например очень много есть экстеншен методов вы все знаете прекрасно что часто ошибка разработчиков даже таких матчурных разработчиков когда нужно проверить строка постоянно или нет то есть обычно мы пишем там строка и как-то у нас рука сразу нажимает точку и мы хотим вызвать метод и знал у mt но на самом деле потом когда открываются скобки вы понимаете что вы делаете что-то не так и нужно сначала писать стринг точка и знал mt но не очень хорошая запись и я в принципе всегда там наверно с одного проекта перетаскиваю в другой такие как экстеншены там хэсвэллио но я думаю я не один многие такие делать например там хэсвэллио хэснов или инверсия и в принципе каждый раз писать такие экстеншены мелкие их очень много и если используя синтаксис до си шарп 60 нам нужно всегда открыть фигурные скобочки записать обычный return а ну кто-то пытается выравнивать в одну строку потом код форматор опять обратно чтоб много места не занимало это не очень разумно поэтому мне нравится очень вот такая вот форма записи такие экспрессионами более экспрессион довольно хорошая удобная и читабельная запись также например если вы работаете с какими-то сериализациями десериализации там с кэшом то обычно вы пишете какой-то такой метод helper вот на самом деле на увидеть он занимает но много строчек кода если используя синтаксисе sharp 60 вы очень легко можете его переписать и он будет у вас занимать одну строку при первом чтении конечно может быть непонятно потом в принципе вы привыкаете все ну начинаю скажем так это поддерживать понимать и запись удобно первоначально да есть какой-то легкий такой стресс потому что много чего меняется тоже экспресса будет members просто уменьшает количество строк кода записи то есть вам не нужно конструктор писать чтобы просто про инициализировать какие-то переменные вот единственное что здесь нюанс нужно быть осторожным мы можем например сделать такое как понятие как компьютер на то есть переменная что она будет рассчитываться функция да там будет заменится это на что на return first класс пробел класс last вот но тут какая может быть ошибка здесь свободно можете написать так равно вместо такой error function стрелочной функции и у вас все скомпилировать и будет работать но тут какой нюанс на самом деле вы получите не то поведение которое хотите потому что она рассчитается один раз если вы измените first или last name потом программе снова будете вызывать name она не отобразит ваши изменения с этим нужно быть осторожным но это разрешает только в случае если first и last ну которые используются в этой цепочке они статически но все как с конструктором работает тоже очень много в коде иногда встречается видно что начали использовать осинка вейты почти полностью перевели но видно еще остатки си шар 5 0 когда вам нужно или в кейчи где-то или finally вызвать что-то с осинка вейтом принципе обычно делается такая конструкция то есть что я встречал task run передаем туда анонимный метод осинхронный с помощью лямбды и ждем вейт ну в принципе немножко бизнес логика в этом растворяется не сразу что понятно не очень хорошая запись это еще как один вариант почему вы не мигрировать на си шарп 6 0 начать его использовать на то есть уже нету таких конструкций catch finally есть и wait вот тоже в принципе мы уже говорили про exception фильтра если у вас такое бывает в коде вы нарушаете немножко солида ничего страшно наверное вас enterprise оставил но как вы можете сделать это немного лучше с помощью си шарпа 6 0 когда мы обрабатываем какой-то exception нам очень важно по минимуму по максимуму сохранить первоначальный call stack для быстрого и локализации поиска и понимания природы ошибки фильтры exception of дают вам не спасение но они вам дают возможность спасти ваш call стек потому что там фильтры exception и немножко работает по-другому и эта запись не равна и флс и флс когда мы вошли в кэч это еще происходит на этапе рантайма когда силар говорит ага вот такой-то exception брошен вот а какие есть хендлеры которые смогут за хендлить этот exception она не входит в блок хендлера первого и соответственно уже добавляет в call stack дополнительную информацию она уже на основании этих фильтров условий может выбрать нужный нам фильтр exception хендлер и войти уже в него и соответственно вам не нужно если у вас там какой-то еще метод вызывается и тому подобное мне нужно потом просто каждый раз call стеки это игнорировать проходите искать где же была ошибка это довольно такой большой плюс вы знаете что он был еще все лар давно например кто когда-нибудь вижу бейсиком сталкивался там эта фича уже было давно сделано то есть она поддерживается села все шарпи просто ее добавили возможность также кто разрабатывает десктоп приложения в принципе wpf если вам нужна какая-то нотификация observable вы знаете как это и на тифа и property change сложно не сложная реализация это в принципе в решарпере всегда там alt enter или есть у вас темплейт но тут какие бывают проблемы то есть нужно передать сюда имя property на имя property строкой тут проблема связана с тем что когда вы рефакторить и но с помощью решарпера все хорошо все подхватиться если так кто-то изменил то имя строки может другое быть и вы будете долго дебажить и потом только найдете что проблема такая довольно простая банально очень распространенная ошибка тоже name of очень сильно помогает помогает еще в плане перформанса потому что в принципе есть решение коллер атрибуты еще можно использовать лям до выражения expression 3 все что угодно для того чтобы поддерживать эту функциональность и не страдать при рефакторинге но вот эти все вещи они expression 3 лям да они не дают такой производительности как есть потому что это значительно overhead а также очень важно вам нужно вызвать события пробросить мы уже говорили что нам нужно вы знаете да надо сохранить всегда хендлер и после этого только локальной копии работать потому что там могут быть различные изменения кто-то отписаться и в тот момент он может быть уже на ул если мы не используем локальную копию здесь очень хорошо помогает такая вот вещь как оператор элвиса или просто null condition оператор который позволяет вам во первых избавиться от цепочки но вы все прекрасно знаете проверка вот это если не нал то сделай какую-то логику и тому подобное вот а в нашем случае это еще большой плюс что нам не нужно помнить и писать о локальных переменных и тому подобное потому что за нас уже компилятор это развернет то есть в принципе мы можем даже собрать и посмотреть что это будет как она выглядеть в этот пике во что эта конструкция развернется на и заодно посмотрим name of какой-то плюс то есть я открою этот пик где у нас тут бин дебаг мы как тоже разговаривали об этом возьмем возьмем что это наши перс он посмотрим его исходный код и как вы видите что наш на ул кондиционер оператором здесь не остался на оператор элвиса а он развернулся в просто копирование в локальную переменную проверку что change event handler не нал и соответственно после этого только вызов и как вы видите уже нету на ему в конструкции она сразу на этапе компиляции уже подставилась наш код то есть по перформансу это самое быстрое что может быть еще мы получаем возможности все полноценные рефакторинга вот но на самом деле тема не си шарп 6.0 потому что мы уже говорили более интересно поговорить о нашем окружении потому что код это что мы пишем это к сожалению маленький кусочек большого пирога все вы знаете что нас еще окружает dotnet framework и его меняются версии на там были различные версии я не хочу идти с самого начала я хотел бы поговорить о таких фичах на которые стоит обратить внимание и посмотреть что там как происходит и возможно начать тоже использовать то есть как вариант почему мы обновляемся непонятно да там вышел 461 framework а нужно нам на него обновляться или нет что нам это даст она влияет ли это на нас и шарп 6.0 но абсолютно нет вещей очень много потом презентации вы можете найти ссылку тайтл эта ссылка и посмотреть на самом деле список очень большой но я хотел бы рассказать о тех вещах которые но очень полезны и можно начать их применять в большинстве проектов начнем с дотнет фреймворка 45 есть такая вещь как очень большие объекты да что значит очень большие объекты вы знаете что когда мы работаем в 32 битном адресном пространстве мы не можем создать объект больше там полтора гигабайта до 2 гигабайт но еще там зависимости от оверхеда например если вам нужно array создать которые у вас будет занимать больше чем два гигабайта оперативной памяти вы не сможете на 32 битный так точно просто это сделать это не значит что невозможно но мы говорим про сишар потом вы знаете что если мы перейдем на 64 бита на то есть и будем компилировать то в принципе адресное пространство у нас уже не ограничено двумя гигабайтами это число гораздо гораздо больше но если вы попробуйте даже и выставите все флаги скомпилируйте под 64 битов вы также не сможете создать объект больше рей там лист который будет занимать памяти больше 2 гигабайт для этого чтобы у вас была такая возможность тот нет формат 45 принес такой ки который вы прописываете в апконфиге или веб-конфиге gc allow very large object и тогда вы сможете если вы ставите его в тру вы сможете создавать такие объекты также если говорить про gc у нас добавилась возможность как background сервер garbage collection когда мы можем использовать фоновую сборку мусора вы всегда знаете я думаю что когда мы диплом наше приложение на сервер она работает очень требовательно по памяти ресурсам быстродействию нам важно получить по максимуму в принципе мы можем управлять гарбаш коллектором на для оптимизации нашего серверного обычно у нас все workstation мод когда мы записываем на сервер мы говорим что вот это наше приложение выставим у сервер мод но кто знает что в аркстейшене есть такая еще возможность как gc background выставить в тру а если вы порограун сборка если вы используете сервер мод то раньше были вы ограничены с фреймворка 45 вы можете использовать это совместно также регулярные выражения если кто их использует и используют на полную мощь то знает что регулярные выражения могут выполняться по времени очень долго на то что это не детерминированно и может быть кто-то с тем что есть такая даже атака распространенная например вы используете для валидации имейла регулярку да то есть это такие вот большие регулярки которые мы находим в недрах интернета чаще всего на первой странице гугла до 2 не все доходят вставляем она работает все хорошо мы рады все классно на самом деле не так все просто потому что есть это не называть эксплойты а специально подготовленные строки которые можно вставить вместо имейла и когда вы начнете парсит регуляркой то она съест все ваши ресурсы и это большая проблема потому что но очень легко с помощью скажем так одного компьютера одного браузера вызвать daniel of service то есть потому что вы просто поломаете загрузите ваш сервер и приложение будет недоступно это тоже разновидности атаки и она очень легко имплементируется также например если вы начинаете запускать там регулярные выражения для поиска файлов и тому подобное вы запустили вам нужно ждать у вас нету никакой возможности на это повлиять соответственно соревнования 45 очень хорошая функциональность появилась что вы можете выставлять тайм-аут на выполнение что если например работает больше 10 минут то наверное ты ничего не сможешь сделать пожалуйста остановись это очень полезная вещь если вы работаете с регулярными выражениями также часто приходится работать с архивами на то есть обычными zip архивами нужно что-то спаковать и тому подобное в принципе все мы уже приноровились в негете скачивать нужный пэкадж с приходом фреймворка 45 у нас есть стандартная и пьет для работы с zip файлами довольно удобная хорошая скорость и все что нужно есть чистым датай о компрессе тоже как альтернатива также вы знаете что есть еще разновидность атаки когда у вас есть дикшнери в котором вы храните объекты и ключ если эта строка точно используется хэш-код для раскидывания по байки там для быстрого поиска чтобы достигалась эта скорость от единички но на самом деле тоже не все так просто потому что если вы используете этот хэш-код реализацию стандартную то можно подобрать набор таких строк ключей у которых хэш-коды будут лежать скажем так в одном диапазоне и соответственно попадать все время в один бакет и соответственно ваш дикшнери будет уязвим то есть вы можете набрать столько ключей которые находятся в одном бакете и соответственно ваш дикшнери тоже будет еле шевелиться когда вы попробуете выбрать у него потому что ключи собраны для этого есть тоже конфики которые выбирают хэш-коды и рандомизирует их немного то есть что дает вам ну скажем так убирает возможность такой атаки вектор атаки когда подбирают специальные ключи чтобы хэш и совпадали диапазоне это в принципе не все что есть 45 но довольно много чего есть дополнительно но я не находил этому применения в реальных проектах если что вы можете всегда почитать по ссылке 451 он принес тоже такую вещь полезную у кого есть проблемы на существующем приложении и сложно оптимизировать его сложно работать с памятью если вы используете большие объекты и постоянно попадаете в ладж обжиг хип если у вас нет возможности быстро 3 факторить на чтоб не попадали вы знаете что эта проблема что скорее всего вы получите out of memory exception а но хотя вы знаете что память то есть но так как куча не дефрагментируется то есть с этим проблема что просто не может выделить 451 тоже приходит на помощь нам и вы из кода теперь можете вызывать когда гц коллег что пожалуйста rush object хип мне еще с компакте сделать фрагментацию довольно хорошая вещь но на специфическая вот так же есть у нас джид с 451 и вообще с версией фреймворка очень рекомендую смотреть что они сделали по поводу импровмента потому что это та вещь которую вы получаете бесплатно из коробки вы просто в опциях проекта выставляете новый дотнет фреймворк пересобираете и у вас может холодный старт там вырасти там в пять раз да ну я так немножко утрирую конечно не будет прям такого что прирост у вас все начнет летать чаще всего у нас конечно проблемы не с этим вот но иногда это довольно скажем так полезно апдейтить если были импрувменции смотреть попадаете ли вы под этот импрувмен статью например у вас был старт долгий холодный на они знают что там была такая проблема они оптимизировали например там можно скажем так какие-то попасть на оптимизации дополнительные джита и тому подобное поэтому это тоже очень важно почему стоит переходить про 452 фреймворк здесь для себя я лично нашел одно улучшение но она скажем так не значит что она одна единственная вы знаете если мы работаем с веб-приложениями веб-аппликейшн и не хостится в иисе и если вам нужно выполнить обязательно какую-то задачу то есть проблема что вам никто не гарантирует что она будет выполнена если вы например запустите там поток что-то там отправь email почему потому что пул может быть любой момент перезагружен и вы этим к сожалению не можете управлять поэтому приходится использовать различные решения выносить эту логику windows сервисы коммуницировать и тому подобное 452 хорошо хоть 452 появилась такая вещь как cube groundwork item который гарантирует что этот work item этот логика который вы запускаете в этом методе передаете она будет завершена и выполнена то есть отработает это дает гарантию что чтобы там не случилось а скажем так с вашим пулом что там из не захотел перезагрузить и тому подобное это будет жить отдельно и она будет выполняться фреймворк 46 был такой хороший анонс огромный было много превью что они принесли к нам в веб что я нашел для себя очень хорошую оптимизация это flash async кто работает с веб-приложениями знаете как важно как можно быстрее дать контент пользователю есть различные подходы различные оптимизации сидены и тому подобное но иногда забывают о сервер сайте как обычно происходит мы зашли на наш сайт на страничку нажали скажем так enter вели и ждем сервер в этот момент трудится изо всех сил работать с нашим оптимизированным кодом начинает там строить html генерировать и потом целым куском отдает этот html большой и браузер начинает потом опять долго парсить по одной строчке там блокирует пока мы там загружаем всякие css скрипты а пока на сервера работает браузер просто крутится висит на то есть не рекламу ничего нам не показывает это тоже не очень хорошо что дает нам еще теперь используешь фланж асинк возможность например хэд хэддер на в html хэд элементы чаще всего у вас построены всегда чаще всего очень долго уходит рендеринг на body так почему же не отдать все что есть в хэде сразу пусть браузер распарся сначала хэд посмотрит загрузить все ему там ресурсы скрипты то что нужно как только у вас есть какая-то часть контента который вы можете отдать нашел лучше отдавать браузеру пусть он начнет с ней работать а потом вы отрендерите body и скинете тоже ему отдельно это позволяет иногда очень сильно оптимизировать в плане того что браузер уже сделать preload скриптов там css но скрипты скорее все вряд ли скрипту в самом низу но css фанты затянет там какие-то имиджи возможно там критический java script до который можно кусочком затянуть это довольно удобно также возвращаемся к нашей проблеме что может быть атака на dictionary все было хорошо как бы вроде бы мы ее пофиксили на в 45 но не мы команда нам дата позволила пофиксить но это на самом деле фикси только для всех приложений не веб потому что в isp.net и из и реализация многих менеджер компонентов было очень сильно завязана на хэш-код строк на его реализацию и поэтому они не могли сразу со 45 сделать это едино поэтому чтобы исправить это веб вам нужно 46 фреймворк обновиться и добавить новый ключ у себя asp.net для этого систем номер x мы говорили что иногда приходится нам работать с big int и такими вещами когда у нас ничего не помещается чтоб не писать свои классы не гуглить не искать в интернете мы можем использовать систем номер x но тут есть еще одна большая оптимизация то что у нас есть возможность теперь использовать симпт подход single input multiple data мы можем работать с векторами и операции с векторами они очень сильно оптимизированы уже на процессоре то есть например у нас есть вектор из трех точек нам не нужно теперь делать три операции например над каждой точкой по пар на их мы можем сказать вот три вектора пожалуйста там например сложи их давай три вектора два вектора размер 1 на 3 сложи единственное конечно нужно поменять немножко восприятие думать более в плане вектором подхода на то есть такой алгебры например циклы ваши циклы заменить с помощью векторного какого-то произведения вот но довольно такой большой прирост можно получить но тут нужно именно алгоритмически менять тут не просто включил кнопку также что у нас есть я думаю что многие уже знают в с версии фреймворка 4.6 вы можете для участков кода отключать сборку gc работу gc например у вас есть какой-то участок кода который требует ну скажем так перформанса по максимуму производительности максимальной и вов там в этом цикле или каком-то алгоритме скорее всего этот цикл будет все равно вам нужно создать кучу объектов на выделить памяти с аллоцировать и вы отработаете получите результаты только после этого хотелось бы чтобы garbage collector начинал работать вы знаете что если вы начнете аллоцировать много памяти то на каждый оператор возможно что сработает эвристика garbage collector и он вам остановит все потоки и соответственно ваш алгоритм будет уже не таким эффективным и не таким быстрым потому что возможно это будет большие задержки есть дополнительные методы которые появились try start now gc region и соответственно по выходу and now gc region от вас только требуется передать сколько памяти вы примерно планируете выделить в теле между try start now gc и and now gc region если эта память доступна то вы в принципе пойдете в цикл ваш будет алгоритм работать garbage collector ничего не будет трогать в этот момент но если память он не сможет такую выделить то к сожалению будет exception вы не можете два раза войти тоже будет exception если вы пытаетесь два раза войти gc region также какая проблема часто перед нами встает если вы разрабатываете например продукты и вы деливерите по фичам очень часто какая-то фича не доработана по окончанию спринта и вы просто ее выключаете очень часто этот код комментируется что тоже нехорошо рефакторинг а просто иногда он остается и у вас где-то есть свитч который вы настраиваете возможно у вас есть функциональность который зависит от вашего левела например если у клиента премиум левел то у него больше функциональности доступно и на базе этого вы строите вот этим свечи обычно мы или реализуем что-то свое какой-то функциональность или ищем библиотеку она нам не подходит мы сделаем над ней еще одну библиотеку ну тоже не очень хорошо дотнет фреймворки 4.6 есть уже стандартная возможность использования свечи они сделали на самом деле это больше для себя но сделали public api очень много в wpf сейчас используется но и в универсал windows платформ на базе вот этих свечей я покажу как это выглядит немножко позже в коде будет понятнее также если кто-то использует оптимизации в многопоточных приложениях вы знаете есть такая вещь средства калл есть red static и средства калл возможно вы используете какие-то кэши на процессорном уровне и вам не нужно чтобы состояние шарилась между средами соответственно маленькие такие кэши позволяют вам довольно быстрый доступ получить к данным и без всяких блокировок тут очень важно что это lock free и соответственно это очень быстро если вы работаете в одном среде если вы такой используете сред локал это хорошо для переменных но когда вы начинаете работать со синком и away там тут немножко меняется подход потому что асинка в рейты это машина состоянии но это не значит что это будет создан новый поток и сред локал полностью ломается в ваших асинка в этих приложениях то есть состояние не соответствует действительности и это была большая проблема если кто сталкивался и решать ее ну скажем так было почти нереально да или отказываться асинка вейтов но и оставаться на скажем так своих сред пули вот или что-то придумывать обворачивать но это тоже нетривиальная задача в принципе с появлением асинк local все стало гораздо проще то есть если кто-то думает там переходить или нет то вам просто нужно сред локал заменить на асинк local и все работает хорошо давайте я покажу вам немножко кодом вот а может есть вопросы пока по ходу пока мы недалеко ушли я бы сказал немного привет да конечно не привет по поводу на и мох и этом не хотел перебивать и получение на самом деле совсем наверно удачный пример с property change потому что обычно люди пишут метод оборачивают его и используя метод никогда там хендер называет ручной но используя при этом на ему не совсем корректно решит а самый быстрый вариант потому что колер мембер на им атрибут делает абсолютно то же самое и избавляет пользователя еще одной проблемы не только от проблем или факторе но и от проблемы копипасты потому что если мы вообще не просим вводить пользователя имя property который хочет поменять ошибок обычно меньше вот и ну собственно если этот трибут это не значит там рефлексия это просто компилятор им пользуется и на уровне компиляции туда строка вставлять и все что то же самое что на ему не продвигал на ему для использования именно вот в этом примере но в аргумент всяких эксепшенов пожалуйста ну да аргумент нет я же не говорил это просто как пример понятно что коллер то же самое в принципе получается то есть здесь да ну хороший комменты с не стояло что используете кто там десктоп я вообще из веб-разработки вот то есть но десктоп что нужно использовать на им вот но хорошая альтернатива и в принципе можно рассматривать разные варианты на это зависит наверно почему больше от реализации кто как делает на какой кусок кода найдет где в интернете или там будет коллер или на имов потому что я знаю что вот эта реализация на тифа и вот это они есть разные и каждый день появляется новое тимур а вот по поводу single instruction мультиплей дэйта то что ты записал там какой-то вопрос не там просто оговорка был символ инпут мультипл дэйта но просто 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 ага окей будет есть какие-нибудь вопросы хорошо если нет то давайте вернемся в студию и я покажу быстренько compatibility свечи как это выглядит и на самом деле покажу одну вещь который ну не так было просто найти это как например устраивать эти свечи в конфигах то есть это статический класс находится в апп контексте и в принципе синтаксис ну довольно простой то есть вы пытаетесь получить свеч передаете его имя если этот свеч где-то определен определен он может быть в коде например тут нету какого-то коннекторов в базу данных вы можете считывать при загрузке приложения устанавливать эти свечи или например в конфиге я покажу дальше если он нигде не может найти что этот свеч зарегистрирован установленный то вы попадаете в фоллбек и вы можете установить дефолтная вэлью в данном случае если она нашла обработала его то вы можете его уже использовать дальше вот в принципе всегда интересно устанавливать конфига web конфига об конфига но на самом деле это не так просто как оказалось но если посмотреть как они используют например там wpf и когда нужно какую-то отключить ну не wpf и десктоп разработки фичу или подключить уже непосредственно в дотнет фреймворке то можно найти такую конструкцию об контекст свеч аграйт и мы можем ее спокойно использовать для наших тоже свечей переключателей ну здесь имя может быть любое не обязательно иметь свеч но рекомендуют чтобы это было по проекту уникальное чтобы вы не перетерли чей-то чужой свеч потому что это очень легко сделать так как никакой проверки нету и хотелось показать еще async и сред локал вот async local и сред локал какая разница а то есть принципе работа с ними одинаковая то есть вы берете сред локал и заменяете на async local это довольно просто делается вот я сейчас запущу программу и но и вы сразу поймете она довольно простая то есть мы устанавливаем и для одной переменной и для второй переменной значения потом передаем их в метод где который вызывается с помощью а вейта и просто проверяем какие были какие к нам пришли переменной до используется и что мы ожидаем увидеть ну то есть довольно все просто если посмотреть подвинем сюда то что мы вошли в метод by ожидаемое значение value 1 async local 1 сред локал работает абсолютно также все хорошо и для второго случая и вышли с метода by и потом происходит вызов уже второго метода через а вейт и мы опять снова входим в метод второй уже который вызывается синхронно и смотрим что опять мы ожидаем value 1 и value 2 но в этом случае уже value 1 8 клокал осталось а сред локал уже пустое значение потому что скажем так изменилось поведение для него это уже новый как бы сред да ну а для нас ну скажем так по бизнес логике не должно ничего было меняться то есть мы хотели сохранить тоже значение потому что в принципе работаем в контексте какой поток там схватит вот тут нужно быть с этим осторожно вот то есть принципе если используете async await и тут довольно просто то посмотрите в сторону всегда async local если нужна какая-то оптимизация то наверное лучше сами управляйте тасками потоками вот ну в принципе это такое основное было простое демо switch async local что просто и хотелось бы больше уже поговорить про непосредственно то что скорее всего будет в новой версии си шарпа он то есть сразу демо демо она всегда интереснее давайте посмотрим что же у нас есть в си шарпе а кстати кто-то не смотрел билд эмас билд можно там чате написать если там не размьют его ца кто-то смотрел билд кто-то не смотрел билд кто не смотрел билд давайте так и мы сбил 2016 все смотрели отлично вот тогда я больше сориентируясь на том что не было показано там давайте откроем программу это мы закрываем кто-то не смотрел нет все смотрели отлично это хорошо вот тогда я пропущу вот это самую прикольную самую классную фичу это binary литералы и сепараторы в числах наверное фишка классная она вообще должна была быть си шарпи 60 но она туда не вошла наверное войдет си шару 70 хотелось бы поговорить про другой пример про локальные функции чем они хороши для нашего примера чтобы не брать какие-то числа на какой-то рейд чисел я взял более такой интересный я взял 3 в видную структуру 3 нот вот принципе как реализовать вы все знаете как она реализуется тоже есть parent есть children day там вот проверяем что есть child вот и также чтобы не писать генерацию я сделал обычный такой небольшой метод для построения простенького дерева вот если его давайте сделаем новое дерево 3 нот немножко ремонту стоп не успевает линк и построим это дерево чаще всего с деревьями много делать не нужно ничего чаще всего их нужно обходить когда пробуешь какие-то функциональные языки там или просто java script попробовал вот этот подход то что функции можно реализовывать промо там в скопе какие-то рекурсивные вызовы довольно легко делать просто здесь прямо там пишем там функции и тому подобное используем когда мы работаем с деревьями чаще всего для рекурсии нам нужно создать новый private метод но мы не хотим до засорять наш класс чтобы кто-то потом этот метод пытался реиспользовать переписывал ну бывает разные случаи после функционального подхода мне понравилась вещь что мы можем например использовать фанк на этом экшен и в принципе я могу писать такие вещи что action там три нот параметр который входит и например метод который его обходит то есть будет у меня такая функция вот и дальше я функцию объявил соответственно это не какой-то private метод и мне хотелось бы сразу здесь реализацию написать и потом например это будет нот а это непосредственно какой-то action при работе с деревьями основная проблема то что нужно рекурсивно всегда но приходится чаще конечно всегда любую рекурсию можно заменить чем-то другим но приходится работать рекурсии если я захочу здесь вызвать только что мой написанный метод у меня никак не получится это большая проблема да но это не проблема потому что в принципе есть выход я могу сделать сначала так объявить его как нау и потом уже непосредственно начать писать реализацию в принципе проблема решена но на самом деле это не так удобно а то есть не совсем понятно что это будет мы пишем ну как это но выглядит у нас action на потом непосредственно уже идет реализация все я думаю все помнят как обход дерева происходит но это будет action для нашего not да это и потом если у нашей ноды есть какие-то child то нам нужно по всем childом в нашей ноде пройтись и вызвать снова наш алгоритм наш н и экшен получается передать вроде бы выглядит верно вот когда читаешь код но немножко он не красиво выглядит как по мне но не очень понятен потому что почему на у присвоить ну как-то не очень хорошо и не очень удобно чем мне нравится возможная фича си шарп 7 0 то что я смогу писать локальные функции то есть я смогу начать писать void травы а то есть как я пишу этот метод и здесь я прямо так вот скопирую не не буду копировать это быстро написать три нот стринг например принимаю как нот как обычный метод на то есть как мы привыкли в си шарпе и соответственно здесь какой-то action который будет принимать стринг и делать обход такая запись мне больше нравится и когда я смогу например вызывать моим рут и например ну просто вывести в райт передать какой-то action вот и соответственно здесь просто останется такая же логика наш action только вызвать вот локальные функции это огромный плюс как по мне если мы не хотим делать приватный метод и нам нужно какую-то там быстро сделать или обход или просто эти методы использовать два раза в теле нашего метода не нужно уже будет городиться action фанки придумывать и просто пишем нам привычно ну кажется синтаксис окей в принципе кстати кто думает как бы вы это реализовали если бы вы разрабатываете рослин и перед вами стоит задача поддерживать такой синтаксис как бы вы сделали эту реализацию имплементацию кого-то есть идея ну как вариант на делегаты можно быть на самом деле все довольно просто вот сейчас попробуем это узнать у нас есть наш 7.peak который никогда не подводит и все нам показывает давайте попробуем декомпилировать а вообще как вы думаете оно должно декомпилироваться все-таки c-sharp 7.0 и тому подобное можете ошибку получили какие-то там предупреждения на самом деле но он с декомпилируется и все довольно просто что здесь происходит так и компайл generated код вот вот таком лучше варианте показывать что сгенерирует компайлер все фичи которые идут с появлением рослинам c-sharp 6.0 они ничего не добавляют в c-sharp это не какие-то новые там фичи c-sharp он просто использует разворачивает этот синтаксический сахар в код и генерирует за нас очень много как вы тут видите он просто сгенерировал нам функцию она internal как будто бы мы ее написали вот так вот руками и просто вызывали то есть по сути он за нас генерирует функцию то есть это просто синтаксический сахар но здесь есть немножко больше чем синтаксический сахар здесь мы использовали передачу параметров чем плюс локальных функций то что мы можем делать замыкание например если у меня есть переменная моя давайте я могу ее использовать подход чистых функций передавать в локальную функцию который объявил но иногда мы так не делаем и мы просто хотим замыкать эти переменные используя все возможности давайте я тут уберу лишний код вроде бы классно да работает но кто знает что замыкание они страдают перформанс да потому что выделяется память держатся объекты это проблема потому что образуется замыкающий класс с локальными функциями здесь уже появляется исправление я думаю она обновилась и давайте посмотрим что она нам сгенерировала кто помнит как работают делегаты до лям да если мы попадаем туда под замыкание то все переменные которые попадают под это замыкание они становятся пропортиями замыкающего класса так называемые вот вы всегда можете увидеть дисплей класс на его тут вот такой вот интересный смайлик нолик underscore нолик на самом деле это проблема соответственно будет боксинг это не очень хорошо с локальными функциями вы получаете огромный плюс что все меньше и меньше становится а локации памяти в хиппи потому что здесь будет использоваться value type структура это довольно такой большой плюс и что нам дает как бы локальные функции как альтернатива какие то есть вопросы по локальным функциям у меня есть маленький вопрос я так понимаю что локальные функции уже нельзя протестировать в плане определить локальную функцию как мы будем тестировать извне то есть написать интересное какое то на нее можно а не ну она не будет видно ну вот это прямо недостаток их не на локальные функции они не должны быть замены то есть не должен быть у нас конструктор же по сути и в конструкторах ну должно скажем так происходить как его описание всех ну наших функций нашей логики и потом просто здесь мы вызываем то есть это для каких-то хелперов возможно там часто используете может быть какое то там форматирование это может быть или просто там генерирует строку и чтобы не дублировать этот код прямо в вашем методе хочется но как-то унифицировать обычно мы делаем или какой-то private метод или пишем что там с помощью экшенов какую-то операцию имплементируем я смотрю что примеров реальных ситуаций где они понадобятся допустим довольно таки мало ну то есть именно вот как это узкоспециализированная скажем фиша это скорее как не знаю как замена макросом или что-то такое потому что в принципе с таким же успехом можно вынести это как private метод и его уже использовать а потом поменять private на protect или там на паблик и допустим писать какие-то юнитесты на него если понадобится то есть вот ну не совсем понятно смысл этой фиши то есть в чем барфит ну например у меня есть какая-то скажем так функция форматирования обычно я там пишу у меня есть какая-то логика потом мне нужно сделать вывод куда-то вот как пример сейчас что-нибудь придумаем и здесь там например какое-то наше переменное вот и здесь начинается уже проверка зависимости от параметров например там если какой-то парам один у меня там true то я там для этой строки добавляю там какую-то запись вот потом то же самое например если там еще какой-то срабатывает параметр вот то же самое да я что-то там могу добавить вот соответственно есть такие случаи если для одной переменной это хорошо а если например у меня есть две переменных там first name и last name и мне нужно сначала отпроцессить first name потом last name и здесь скажем так выполнить для них обоих такую логику обычно мы это делаем private метод какой-то там helper в зависимости от этих параметров в принципе это хорошо но этот private метод может кто-то опять начать использовать но может там изменить что-то в нем и поломать нам то есть ну вот как по мне я вижу как вариант то есть когда правило для меня вот например какие-то простые вот ну я реально сталкивался с обходом того же там дерево быстро но я не хотел делать то есть приватную функцию выносить ее да потому что у меня было заточено под стринг а какую-то обобщенную но делать тоже а там для типа иногда но нет смысла обобщение сразу делать можно делать она решает задачу а потом обобщение если нужно но если у меня всегда со строками ну я не хочу выносить там дальше даже в класс я не хочу выносить дальше этого метода даже вот такая вот идея то есть иногда даже в классе если мы объявляем private это не значит что я ее инкапсулирую от людей которые разрабатывают в этом же классе потому что он может получить доступ моей функции он может ее там начать изменять под свои нужды прокинуть какой-то параметр дополнительно опциональный выставить его дефолтный но все равно уже начинает изменять скажем так поведение ну а если эта функция вот но решает именно задачу там нескольких местах что просто в методе не дублировать код ну то есть как я это вижу в принципе понятно то есть если там только один метод вызывает этот метод то лучше обернуть как локальный окей спасибо за пояснение вот ну там вот олег еще комментарий вносит по поводу анонимных методов но с анонимными методами там но нужно быть осторожно тоже вот то есть как один из вариантов я показал что здесь образуется уже не замыкающий класс а замыкающий но не референс тайп а в литой то есть если мы используем какие-то примитивы в литой то соответственно нас не будет ну выделяться лишней памяти в куче ну это да то есть но читаемость возможно ухудшается но я например после java скрипта для меня это но неплохо java script перенесли все шарп принципе такая вот скажем вещь вот нового еще хуже с когда мы пишем вот это равно нал а потом делаем объявление если нам нужно рекурсию прямо вызвать для меня вот это хуже когда мы объявили функцию плюс но это не факт что она еще войдет стандарт скорее всего я думаю что конечно да но это еще не утверждено но вы можете влиять на это вы же знаете что все это открыто на гитхабе вы можете зайти я потом кину ссылку после презентации зайти и скажем так без проблем повлиять на ход сказать что нет локальные функции плохо или предложить свою фичу или сказать а что делать в этом случае ну все в наших руках сейчас сказать что вот у нас в интерпризе там нужно такие-то задачи решать гуд но если с локальными функциями более-менее я хотел бы показать более интересный пример это паттерн матчинг но я думаю он еще и более спорный я в принципе уже не хотел бы так загружать тем как я пишу код у меня есть небольшие заготовки заменим это все и вернемся какой плюс паттерна матчинга вы все прекрасно знаете что часто нам приходится есть у нас какая-то переменная которые мы откуда-то можем там получать и нам нужно проверить потом что это за переменные в зависимости от этого по разному процессе например там обычно как начинают там если object там из стринг например то потом начинаем приводить и что-то делаем все знают что это не очень такая оптимальная запись и рекомендуют писать сразу так что например наш уж с стринг и уже тут проверять что она просто не на и что-то делать в принципе получается лишних две строчки вот это не очень наверное удобно какой-то читабельности она не добавляет и как вариант предложили такой подход как паттерн матчинг то есть я пишу что если моя переменная int и сразу говорю если она int то объяви мне локальную переменную и и я потом начну могу использовать в теле функции если моя переменная строка то объяви мне эту переменную как строку ну или например там чтобы показать что мы работает только в этом скопе что строка и я буду ее использовать как работа со строкой то есть соответственно она полностью получает все что есть для строки а если я здесь нажму на то или нтсс интеллисенс подскажет что но это тип int и а он даже там показывает in compare to вот то есть запись непривычно немного но как по мне но она очень удобно то есть избавляет от возможности писать вот эти проверки лишние на тимур там говоришь у про и шарп на это верно вот на самом деле тут более интересный подход что идет с и шарпом с этим я думаю всем понятно но это легко привыкнуть тут больше хотелось поговорить про такую вещь как свитч например у меня есть свитч и я напишу для него что кейс если это 5 то выведи мне что это 5 капитан очевидность и надо не забывать всегда ставить вот принципе это стандартная наша вещь а тут вопрос как вы думаете если я поставлю на первое обычно мы ставим в конец но если я поставлю на первое место консоль write line что это дефолт как вы думаете влияет в каком порядке располагаю кейсы на то как будет выполняться свитч кто думает что влияет кто и думает что не влияет нет вот не влияет то есть на самом деле куда бы вы не поставили дефолт ну то будет все окей а то есть она сработает все равно пятерка это си шарп до 70 ожидаемого потому что в 70 хотят изменить это поведение то есть каком порядке вы поставите в том порядке они будут вызываться во первых они добавят такую вещь который сразу не очень привычно это звездочка вот то есть все что не попало да то пожалуйста сюда но если вы поставите звездочку то есть дефолт принципе не обязательно уже поставите звездочку сюда то звездочка сначала сработает а потом ничего не будет работать то есть она будет поглощать все ваши кейсы то есть но это нужно помнить что будет если поставить дефолт нет она не равно то есть если например напишу здесь дефолт ну в плане выполнения то есть если мы ставим звездочка но то она поглотит то есть если мы ставим дефолт но поведение остается так же как оно и было то есть для совместимости вот то есть дефолт всегда будет самом конце то есть ну вы помните да во что switch компилируется это набор if else if else вот то есть дефолт будет тимур в каком случае не всегда ты хочешь сказать про дикшенари там где ренджи да там сильно хорошо оптимизируется из вычислениями разницы между константами там с пятерками не обязательно пятерка бы там может нолик быть хорошо на самом деле например а если там строки будут как ты думаешь будет там дикшенари или нет вот но на самом деле да есть различные варианты но чаще всего это набор if else of например если вы используете строки то это тоже будет адский набор if else of но будет проверяться не значение будут проверяться хэш-коды строк то есть принципе я могу даже сейчас показать сразу пример во что это все развернется давайте сделаем это у нас дефолт а это будет у нас старт вот и так же я приготовил в принципе думаю что веб-девелоперы все знают когда работаем с майп таймом майп тайпом это нужно отдать файл на загрузку у нас есть такая вещь как по экстеншену получить какой же у него майп тайп соответственно экстеншенов много и чаще всего это разворачивается в какую-то вот такую вот вещь я нашел ее на просторах интернета но судя что она помечена зеленым и много сынки вы много можете найти где в коде соответственно if else просто для строк но это не очень хорошо особенно для такого большого набора в этом случае давайте посмотрим что он сейчас генерируется посмотрим наши я думаю она обновилась а видите тут есть такая еще вещь как крут namespace соответственно руд namespace это не то что я где-то забыл namespace добавить нет она просто внедрила в мой код еще такую вещь как расчет хэша строки и соответственно весь мой тот громадный свитч кейс превратился в набор и фов но здесь уже идет поиск соответственно бинарным то есть такое как она нервы разворачивает то есть она идет по хэшам и сравнивает то есть большой кусок кода но видите это не дикшенари на то есть это if else вот когда дикшенари ну не воспроизвести сложно было вот я думаю что если что тимур там потом поговорим подскажешь как репродюсность чтобы она заменилась на дикшенари вот если говорить про то что получилось а у нас давайте здесь декомпилируем в нашем все чем это выглядит примерно вот так вот почему-то надо два раза нажимать она вообще оптимизировала да нельзя она просто вывела нам звездочку не очень хороший пример давайте тогда не будем тратить время так как у нас его немного осталось и чтобы не потерять всех у меня есть более интересная заготовка с а там матчингом который немножко взрывает мне голову еще когда я на нее смотрю я тоже не буду писать код я такой код еще даже и не напишу сейчас где-то наш заканчивается вот такой вот паттер матчинг то есть например я беру daytime today и кейс что если любой год четвертый месяц и 20 число на то есть это сегодня покажи мне датнет комьюнити на вы видите если вот смотрите вот эта конструкция она вообще на если мне без разницы на месяц и на день но я хочу сказать что у меня и год мне важен и я хочу еще добавить условия и когда год больше 2016 и также есть тут еще одна используется вещь для работы с property то есть я хочу проверить что daytime то есть это аналогично что если бы я написал используя на наш паттерн матчинг более привычном виде что если это daytime то создание переменной daytime где daytime day of week равен day of week saturday вот то есть вот эти вещи идентичны запись это просто еще одна скажем так синтаксическая возможность для паттер матчинга придумать вариантов как использовать конечно можно много вы теперь даже можно пробовать реализовывать наверное автоматы на то есть если у вас есть какой-то набор состояния нужно переходить из одного набора состояния в другой то вы можете но использовать сейчас кейсы и проверять какие условия какое состояние какое было вот то есть но вариантов очень много здесь еще идут активно переговоры как это все но switch становится таким монстром на что можно много логики переводить на switch давайте я соберу это посмотрим во что она разворачивается как это вообще на то есть выглядит потому что синтаксис я не знаю как у вас у кого-то напишите кто-нибудь кому этот синтаксис вообще ну чуден и скажем так тоже взрывает немного голову и что писать так нужно еще немного времени чтобы научиться всем нормально круто это значит мне одному только такое так это надо закрыть программ посмотрим что наша программ как это манте нет но я надеюсь уже что но это не нам потом манте нет пока она появится на то что это не просто сразу для восприятия вот во что заменяется соответственно нас генерация тут ничего нету каких-то фичей новых селара там возможности под капотом это просто синтаксический сахар который разворачивается в и в элс с проверками но синтаксис коммента тимура если скомпилится работает шар компейнете вот то есть ну можем конечно и писать с помощью и фэлсов вот но некоторые записи особенно мне нравятся вот такие вот подходы но они читаем и выглядят то есть понятно что как работает но например тут не сразу привычно я думаю будет много ошибок если мы будем говорить что например не брейк будет да то есть там вызовется сначала этот метод а я хотел бы ну то есть надо будет расставлять порядок это очень важно потому что в этом случае от порядка кейсов но очень сильно меняется флоу но это скажем так будет сложно сначала для восприятия но в принципе мы наверное привыкли что дефолт должен внизу всегда быть им мы не задумывайся даже а может ли быть он верху вот также с этим принципе свитч есть еще какой вариант я тоже хочу быстро показать это матч оператор матч например вам нужно проинициализировать переменную и часто приходится писать да там она может принимать различные скажем так варианты и мы пишем сначала и инициализируем пишем там например наша стринг она будет empty и дальше пошли то есть зависимости от каких-то фаз луны и тому подобное она может там принимать разные значения там если входной параметр там например м play то мы запишем туда одну вещь там разные получения возможно логики очень часто в зависимости от того какой тип пришел но мы можем разную информацию подсовывать на то есть очень сильно влияет и в принципе тоже очень много if of else of получается в коде и но не всегда сразу понятно что читать появляется такой оператор матч который тоже принимает на вход паттерн матчинг на в зависимости от того что это строка например мы можем сделать что это строка и это строка длины больше нуля вот то это строка до иначе считать что-то по-другому но возможности много появляется синтаксис не сразу привычный особенно но как только начинаешь читать это еще одно но если начать писать с нуля ну то скорее всего без какого-то хелпа документации без быстрого google не ну не вспомнишь этот синтаксис не разберешься нужно пару раз так точно будет написать очень меняет вот но в принципе я быстро это пропущу нас остается все меньше и меньше времени я хотел бы еще показать пару вещей они связаны с возвращением в или типов в или тайпов по ссылке почему это важно то есть но кто смотрел бил помните там показывали какая есть у нас возможность кто не смотрел идея какая что чаще всего у нас классы живут все хорошо но нужно иногда оптимизировать чтобы память не аллацировала сам в хиппи у нас есть альтернатива использовать в или тайпа но когда мы начинаем работать с в или тайпами там даун сайт возникает с тем что когда мы их передаем каждый раз они копируются то есть мы возвращаем они неизменяемые тут тоже мир делится на две скажем так половинки кто-то говорит что все должно быть неизменяем и мьюта был кто-то говорит да надо изменять я не могу все время копировать создавать каждый раз адский memory трафик меня то есть но есть различные вещи так это я что-то не то скопировал должно выглядеть так вот какая здесь идея что нам дает мы знаем что посылки всегда возвращаются у нас reference type это логично мы можем передавать посылки на то есть как бы изменять но если я хочу например вернуть какой-то элемент из массива на у меня есть массив int я хочу вернуть этот элемент и его изменить например или у меня какая-то есть структура который занимает много в памяти какая-то сложная такая структура данных я не хочу каждый раз ее копировать я хочу ее просто но вернуть посылки и изменить сделать чтобы не было этого вархата в принципе вы знаете какая проблема очень часто там иногда спрашивают задаю что например там у меня есть структура я пытаюсь изменить какое-то поле например инкрементируя это поле что будет изменится она или нет вот на самом деле да вы знаете ага в элютой по ними был нет вы измените копию вот и тут тоже бывают возникают там проблемы из-за этого непонимания там как-то код себя ведет считаем что неправильно вот на самом деле мы написали но иногда нужно менять например сейчас я вам показываю у меня есть рефре чем вы знаете это вот как раз тот пример когда если я начну изменять может что-то пойти не так вот здесь есть простой метод который возвращает это не unsafe код это менеджер код он получается работает как он говорит верни мне указатель на наинт референс на инт я возвращаю то есть компилятор принципе умный если я создам например локальную переменную 5 и скажу что я хочу референс на нее вернуть то компилятор если вы видите он мне тут подчеркнул с чем это связано это связано с тем что область видимости моя переменная она уничтожится как я только выйду с метод то есть возвращать на нее референс наверно не лучший вариант потому что это перемена уже не будет ее нужно убирать вот то есть компилятор уже это проверяет соответственно он проверяет скоб видимости это хорошо и это менеджер среда то есть мы не выстрелим себе прямо сильно так много и возвращай возвращаем на я например передаю дай мне x и ксу я хочу присвоить 42 вы знаете что если я буду передавать это без референса то что я сделаю но она вообще не будет так работать как ожидается и здесь говорю что вот я хочу получить переменную игре который указывает на твой объект который тут спрятан private ему 99 на ну если вывести как бы эти значения запустить программу она отработает так как и нужно вот это большой скажем так тоже плюс если нам нужно оптимизировать если мы работаем много со структурами и нам не нужно копировать и иногда мьютабилити это нам помогает и нужно изменять это вот такой фича ну лично не она нравится применение наверное у нас она такого распространенного не найдет это только какие-то критикал коды но я думаю что ее активно подхватят все кто занимается там game development и тому подобное для которых и память и быстродействие очень важно вот в принципе это все что у меня есть показать рассказать что я хотел вот поэтому сейчас осталось времени и если есть вопросы то пожалуйста задавайте и спасибо большое за внимание а еще кто то хоть слышит там я еще тут или все отключились уже слышно все переваривают новый синтаксис но на самом деле мне кажется надо заходить и влиять на него возможно смотреть как бы что там происходит то есть но на гитхабе все это открыто я скину как бы ссылки довольно интересно ну участвовать дискуссия это все меняется то есть самое главное что ну не пытайтесь его запомнить потому что возможно когда выйдет с и шарп 7 0 нас vs какой-нибудь я пока не знаю это примеры показывал visual studio 15 это не 2015-15 но я думаю все знают вот это в кавычках вот синтаксис может сильно измениться что-то может войти что-то может не войти вот но в принципе мне сейчас нравится очень активный подход то что слушают комьюнити то есть команда что реально нужно вот и в принципе это довольно большой плюс и мы можем на это тоже влиять кому-то есть какие-то да миша саре прибил нет не foundation ну пожалуйста ты можешь зайти на мне открыть браузер нет шарп 7 0 kit hub есть список так что-то у меня тут какой-то а я 7 0 забыл написать самое главное на github идет переписка по каждой фича то есть здесь можете посмотреть я на самом деле не показал все фичи я показал интересное то что было на билде я немножко посмотрел как они это устроены внизу то есть некоторые вещи которые не показаны было на билде как вы видите то есть но еще есть очень огромная фича я ее просто не показывал они очень сильно изменять синтаксис хотят вот и на последний сейчас бранче от рослина то я не смог нормально запустить этим тапов на кортежи то есть у нас какая проблема например этом один там item 2 на то есть они уже дают сразу синтаксис более удобная запись вот и тому подобное то есть видите здесь идет вот на github это открыто это не private вот ну да я даже не зарегал можете посмотреть что планируется повлиять на это да то есть предложить свою фичу что очень часто делается то есть если вы зайдете в и шьюз то здесь очень много там всяких связанные с багами да там но есть и фичи реквест то есть человек заходит и говорит да там давайте возьмем такую фичу рассмотрено это не лучше наверно вариант вот то есть их очень много то есть это может относиться и к компайлерс на то есть но люди приходят со своими предложениями говорят что давайте сделаем там такую-то вещи такую-то делают описание кто-то даже делает там чуть ли не pull request вот ну то есть скажем так полностью вы можете управлять лет например вам нравится да там что ридон ли там какой-то аналайзер там фиксеры и тому подобное вы можете зайти ну и отписаться сказать что ну там фича заработает или там нет или а что будет в этом случае например у вас какой-то есть эдж кейс где пойти и эрик компайлерс вот вот например там до спецификация там future docs features есть вот описание этих ну то есть все что собрано то я уже как-то начал это прыгать с одного на другое то есть здесь все собраны ищу то есть если вернуться к например вот было паттерн матчем до пропозал такой-то карта g пропозал такой-то открываем и здесь была заведена ищу что это пропозал на то есть это не обязательно может быть мэс вот и идет описание что давайте сделаем такую-то она будет работать так синтаксис такой-то типы то есть мы можем тоже но такое предлагает создать зайти фичу сделать описание то есть тут не обязательно ее реализацию на ну понятно чем больше конечно тем лучше на что было детальней и дальше идет ветки обсуждения там например окей классная фича вот и вы находите да например как сергей да там спрашивал корид окей а зачем эта фича какой плюс да или там например говорят тоже там писал по моему олег если не ошибаюсь перед но мне анонимные больше нравится анонимные функции и все мы используем но все же хорошо вот и тут начинается а давайте мы тогда сделаем там оптимизацию такую давайте мы с помощью этой локальной функции не будем трогать все остальное но добавим уже не классы для замыкания реализации а в элью тайпа на структуры то есть и идет полностью описание то есть пожалуйста можно заходить и коментить то есть это делают обычные люди вот например кто такой эрик калин да то есть нигде нету что он с майкрософта на то есть что он там делает он вообще какие-то вещи он с компанию рима взыск вот то есть репозитор разрабатывает то есть ну он тоже как бы влияет на ход истории если можно так сказать я надеюсь миша я ответил на твой вопрос хорошо у кого то есть какие то вопросы может ну пожелания предложения может кто-то что-то добавить от себя но я там он видел ссылку дима это скинул не правда сейчас еще не открывал он там просто в принципе просто мирована то что ты примерно рассказывал может кто-то захочет освежить да вот эта ссылка я думаю что лучше тогда это ну посмотреть этот билд вот тут вот есть они тут нету ссылки лучше посмотреть билд я тоже скину там кто не смотрел именно про сша всем 0 вот там обратить внимание вот на то как будут работать картажи ну то есть что они вот довольно такое но интересно я как тоже не показывал вот ну то есть это это посмотреть потому что немножко мы разные темы затронули ну это юрий я хотел бы добавить по поводу локальных функций вот там уже высказали в принципе и недостатки вот то что хотел добавить локальные функции допустим паскал и delphi они существуют можно сказать самого рождения да и годы практики показали что ими зло употреблять нельзя как сказали то есть потом код очень сложно поддерживать при том что да нельзя его покрыть тестами вернее мы покрываем тестами мы не видим отдельно так какие моменты мы покрываем вот и когда злоупотребляли такими локальными функциями то возникал вопрос выносить эту всю функциональность в отдельный класс потому что уже есть разделение ответственности каждой функции там всего остального вот возможно то есть что новшество это все шарпи да но использовать его скорее всего придется только в единичных случаях и только которые позволят там иметь улучшение при там оптимизации силы да но я бы рекомендовал не злоупотреблять этим потому что потом со временем придется наоборот от них избавляться постепенно да конечно я полностью согласен то есть но у меня вот из-за того что привести примеры ну я же говорю что вот только там я сталкивался где она мне правда больше нравится это вот например какой-то простой там обход такой древовидной структуры но и все то есть да ну то есть для каких-то небольших задачек ну то есть на какой-то небольшой ответственности можно их приметить внутри делать локальными но если слишком много то лучше это все выносить оттуда потом сложно поддерживать этот на полностью согласен ну тут у кого то есть еще что нибудь ну просто уже там на два часа чтоб не задерживать всех если что то всегда можете так обратиться лично обсудим звонить и заходить да да мне вот цикало можно даже не знаю что дальше это плане как в рюджит працюе на через разже я знаю в инкульс бутики для windows store аппликации через раз microsoft его он же расширил до инших руджит да но руджит уже стал дефолтом его зарелизили да как только ставишь 2015 студию у тебя сразу все rujit если нужно можно конечно отключить перейти на legacy это джит я не знаю как его название вовсе почему-то но где я встречал называют legacy джит а так уже везде rujit ну хорошо если вопросов нету то спасибо большое за время за внимание за комментарии рекомендации мнения очень супер спасибо большое отличного дня всем хорошего дня всем пока